Взгляд ОБСЕ не решилось осудить Украину за ограничения для российских журналистов Л. ОБСЕ не решилось осудить Украину за ограничения для российских журналистов 22 февраля 2015 года 13.5 фото Константин Сазончик, Кастекст, Иван Чернов Запрет на ограничение деятельности российских журналистов, введенный на Украине, вызвал крайне двусмысленную реакцию Запада ОБСЕ, выступив с мягкой критикой этого решения, одновременно заявила, что понимает соображение национальной безопасности Украины Это резко контрастирует с тем, как Запад реагирует на любые российские события, связанные со свободой слова Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Меотович заявила, что понимает соображение национальной безопасности Украины в вопросе работы российских СМИ в стране Я слежу за сообщениями об аккредитации Я озабочена тем, что российская аудитория будет теперь лишена объективной и достоверной информации из государственных учреждений Украины, что определенно не способствует свободному потоку информации и восстановлению доверия между народами Говорится в комментариях Меотович, который приводит РИА новости Я также слежу за информацией о том, какие российские СМИ лишаются прав аккредитации при украинских органах власти и доводах, приводящихся в обоснование этого Я надеюсь, что этот акт парламента не приведет к большему нарушению баланса правдивых сообщений из КЕВА для блага российской аудитории, заявила Меотович Я понимаю соображение национальной безопасности нации, находящейся в состоянии войны, но, тем не менее, хотела бы напомнить всем государствам-членам ОБСЕ о принятых именно себя 40 лет назад в Хельсинки обязательствах, добавила она Напомним, накануне советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил, что его ведомство предложило запретить аккредитацию при ГАЗ-органах 115 средствам массовой информации из России В список для лишения аккредитации были внесены все российские телеканалы, кроме Дождя Он пояснял, что в этой истории нужно поставить конец, иначе украинским властям будет тяжело выиграть информационную войну против Российской Федерации Мы идем по тому пути, по которому в свою очередь шли все страны, которые боролись с агрессором Мы должны быть абсолютно принципиальными Считайте, что это санкции СБУ касательно российских СМИ, добавлял он При этом в СБУ собирались быть максимально лояльными к украинским СМИ Мы не ведем ни с кем информационной войны Но мы просто всех просим понять теперешнюю ситуацию в стране Мы не склоняемся к тому, чтобы наказывать украинские средства массовой информации Если, условно говоря, будет подаваться какая-то информация цитированная Но нужно отдельно смотреть на контекст и направленность, пояснял он Ранее, еще во вторник депутаты Верховной Рады проголосовали за прекращение аккредитации при газорганах ряда российских СМИ Постановление предусматривало, что СБУ сформирует перечень СМИ России, которые якобы задействованы в ведении информационной войны И еще в январе министр информационной политики Украины Юрий Стец называл недопустимым пребывание на украинской территории российских журналистов Добавим, что эта мера не коснется работающих на Украине дочерних представительств российских СМИ То есть, запрету не будут подвергнуты местные СМИ, имеющие российские названия, но зарегистрированные на Украине Таким образом, окончательно заблокировать альтернативную информацию для жителей Украины киевским властям все же вряд ли удастся В России реакция на последние выпады со стороны украинских властей в целом была спокойной Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается ограничивать работу украинских средств массовой информации в ответ на политику Киева Россия – это страна, где деятельность средств массовой информации регулируется законодательством и где российские и зарубежные журналисты уравнены в правах на получение информации, минус отмечал Песков Россия никогда не пойдет по пути ограничения права людей на получение информации из различных СМИ Министерство иностранных дел России назвало решение украинских властей продолжением политики по зачистке информационного пространства страны По мнению главы президентского совета по правам человека, СПЧ, Михаила Федотова, лишение аккредитации российских СМИ на Украине контрпродуктивно Могу выразить только свое крайнее недоумение по поводу этого решения На мой взгляд, любой парламент, инициатором резонансного решения была Верховная Рада Примечание «Взгляд» должен быть заинтересован в том, чтобы его деятельность освещалась как можно шире А это значит, его двери должны быть широко открыты для журналистов, сказал Федотов и о новости Между тем, чешский журналист Стефан Карганович написал статью в ЧЗЕЧ «Фри Пресс», где рассказал о сходстве нынешнего украинского конфликта с югославским начала 90-х и, в том числе, с точки зрения информационной войны По мнению Каргановича, оба конфликта были организованы западными странами, которые систематически надавливали на больные места общества Способствуя взаимному отчуждению граждан по этническому и религиозному принципам Второй общей чертой он назвал создание обманчивых материальных приманок для обеспечения нужного политического поведения Наконец, третье – это контроль над информационными потоками По его словам, подавляющее большинство СМИ в югославских республиках было подконтрольно западным владельцам Подобный же упадок медиасферы он наблюдал и в течение последних 20 лет и на Украине, где СМИ контролируют прозападные олигархи Добавим, что еще в начале февраля аналитики отмечали, что украинское медиапространство становится все более однообразным 3 февраля российский Первый канал продал свою долю в украинском телеканале Интер-компании GDF Media Group, которая принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Ферташу Тогда же Интер обратился к украинскому правительству, представителю ООБСЕ по вопросам свободы СМИ и главе представительства ЕС на Украине с открытым письмом, в котором говорилось что внесенные в Раду законопроекты несут реальную угрозу свободе слова, а их принятие поставит на колени все независимые СМИ Коллектив Интера требовал снять с голосования эти законопроекты, которые фактически вводят цензуру и законодательный запрет на дальнейшее существование большого количества телевизионных каналов и радиостанций Одновременно с требованием отменить голосование по законопроектам, предусматривающим значительное расширение карательных функций нацсовета по телерадиовещанию, выступили и другие украинские медиахолдинги Напомним, в конце прошлого года на Украине было создано Министерство информационной политики, которое даже лояльные власти местные журналисты окрестили Министерством правды Глава ведомства Юристец также заявил о планах создать координационный центр блогеров, который должен распространять правдивую информацию о ситуации на востоке страны или опровергать ложные новости Словом, российские телеканалы с альтернативной точкой зрения в парадигму политики Киева никак не вписывались Вопрос стоял скорее о том, решатся ли местные власти директивно запретить работать российским журналистам Не испугаются ли возможного негативного шлейфа от этого решения и критики демократов с Запада Но там пока все тихо Текст, Иван Чернов Текст, Иван Чернов Продолжение следует...